Ну что ж, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисан, мы продолжаем играть в Майнкрафт с вами на Pixelmon, и добро пожаловать в наш пятый сезон. А перед просмотром видео, я хотел бы попросить зайти на канал Бухта Дэниела, на его канале сможете найти очень увлекательные летсплеи с магическими модами, которые увлекли даже меня, я с удовольствием посмотрел несколько серий. Ссылочка в описании и также на экране, еще раз попрошу зайти и подписаться на его. Всем приятного просмотра. Ребята, фух, так, достроил я наконец-то наш, я не знаю как это назвать, а хотя нет, знаю, это вроде, как я говорил, это гостиный домик, да, то есть домик для гостей и в принципе, в этом тоже будем жить. Ну что, ребята, вот такой небольшой домик у нас получился, я не говорю, что он прям очень нереально какой красивый, можно сказать, я даже его строил на быструю, на скорую руку, потому что я как-то, знаете, не очень падился по этому поводу. Ну, тут спереди я добавил кресло, чтобы можно было посидеть возле нашего оконца, точнее не возле, а даже перед нашим оконцем, да, то есть вот тут наш дом. И в принципе, вот такой еще диванчик даже можно, знаете, и тут и поставить, как я сейчас и сказал, возле окошка, чтобы тут, в принципе, было круто. Потому что, мне кажется, это действительно будет классно. А вот, 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 сейчас я просто думаю, куда поставить, куда поставить кровать. Или вот тут, вот так, вот сюда она будет. Или вот тут, вот так. Просто смотрите, ребята, я еще, вот что я хотел сказать. Ребята, я прошу прощения из-за того, что нет камеры, просто сейчас уже ночь, во-первых, плохо видно, и в принципе, свет как-то... Очень темный получается, но не в этом суть, а в том суть, что я, в принципе, немного, как я говорил, уже устал ночью, в принципе, да, и с камеры не получается записать, потому что я не хочу, просто знаете, сидеть на... перед камерой и с каким-то сонным выглядом, видом, да, то есть вот так. Голосом, может, это не кажется, но по самой камере это может будет и казаться. Просто знаете, что я сюда хочу? Может, сюда еще столик, тут два стула. Но если тут будет столик и два стула, то тут будет мешать им кровать. Поэтому, если мы кровать поставим вот сюда, вот сюда, и сюда еще поставим один вот этот блок книжной полки, да, то, в принципе, кровать будет досюда, и тут как раз будет еще место для полочек. Не для полочек, а для вот этих стулья из стола, да. А тут можно как раз книжные полочки, но с библиокрафта поставить, что как бы там книжки можно хранить и все такое, а тут я не знаю, что. Но, в принципе, вот такой небольшой домик, как я, ребята, сказал на скорую руку, то есть я не парился по его постройке, но сделал по сочетанию с нашим основным домом, да, чтобы не отличало, что тут как бы дом шерсти и дерева и булыжненько, а тут с кирпичей или еще с чего-то. Так, ребят, давайте я выключу дождь, потому что он очень шумит, и я не хочу, да ты же нафиг, вот так. Фух, я не хочу, чтобы он еще падал, в принципе. Замечательно. Ребята, продолжаем угадывать покемона. Вы можете видеть, какого покемона я загадал на начале серии, и можете попытаться его угадать. Это во-первых. Во-вторых, ребята, не забываем ставить лайки, потому что опять в последнее время мы перестали набирать 500 лайков, а если мы набираем 500 лайков, то в день может выйти еще вторая серия Pixelmon, или может выйти какое-то другое видео, там, например, с прохождением, с другим сезоном, с прохождением карт, может, если бы я потом надумаю, или еще с чем-то. Ну, или может, как бы, с прохождением игр, да? И это зависит от вас, ребята. Мне пишут, Эдисон, где новая серия? Эдисон, где новая серия? Почему нету другой серии Pixelmon за день? А потому что, что на первой серии мы же не набрали 500 лайков? Если бы на первой серии мы набрали 500 лайков до... Ребята, я повторяюсь. Повторяюсь, чтобы потом не обвиняли меня. До 7 часов вечера по Москве. Если мы набираем 500 лайков, то выходит новая серия. Если мы набираем 500 лайков в 7 часов по Москве, там, 40 минут, то новая серия уже не выходит, потому что я тогда не успею, можно и так сказать. До 7 часов вечера. До. Если первая серия, вот, например, если вот эта серия сейчас набирает 500 лайков до 7 часов вечера по Москве, то сегодня вечером выходит еще одна новая серия или Pixelmon, или другого какого-то нибудь прохождения, или выживания, или прохождения какой-то другой игры. И что, ребята, вот я еще вспомнил. Давайте-ка наши крылья зачарим до конца. Опа. То, ну, шипы, анбрейки, это нам, в принципе, нафиг не нужно. Нас никто не бьет. Fire protection, protection. Это нас никто не бьет, ребята. Поэтому вот так пускай будет. О, я еще хотел зачарить, хотя потом зачарим сейчас, как-то не имею желания. Смотрите, какие быстрые нафиг. Тут у нас что-то есть. Хранится, не хранится. Не. Ребята, 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 ребята. Я же говорю, что иногда нужно разнообразить, как бы, контент. В том смысле, что иногда мы будем и строить, и путешествовать, и что-то выращивать, и опять что-то строить. В скором времени я так надеюсь, что я уже, наконец, дострою наш ресторан, и там я буду принимать ваши заказы. То есть, прикиньте, вы пишите там в комментарии, например, один из подписчиков пишет, я там хочу, Эдисон, сделай мне какой-то там грибной суп. Я ему делаю грибной суп, и как бы специально своему подписчику с специальным модом, как бы, да, в нашем этом сезоне делаю суп, да. Допустим, там кто-то просит, Эдисон, сделай мне, пожалуйста, там бутерброд, там, и лимонад какой-то. Я иду в наш ресторан и делаю там вот это все. Потому что этот мод действительно все разрешает в том смысле, что там очень много еды, настолько там много еды, что реально очень большой выбор. Поэтому, ребята, в принципе, и потом мы, наверное, это все будем делать, но, как я еще раз, ребята, скажу, это зависит от вас. То есть, не всегда идти там ловить покемонов, не всегда там идти качать покемонов, однообразно, знаете, целую серию. Иногда можно сесть, расслабиться возле нашего дома, еще что-то построить, какие-то новые постройки, или пойти попутешествовать, просто там легенд поискать, или еще что-то. Что-то, в принципе, другое, или пойти, как я говорю, потом еду сделать, или еще что-то такое. Я еще, в принципе, хочу потом порт себе построить, да, там корабль, потому что у меня тут есть какой-то мод, ну, который добавляет там один-два корабля ради украшения, можно и так сказать. И, в принципе, это, ребята, уже, можно сказать, какое-то разнообразие, да, не всегда же заниматься, можно сказать, одной и той же херней, которой, в принципе, мы всегда и занимаемся, да, можно иногда разнообразить, в принципе, что-то другое сделать. Вот сюда еще сейчас, в принципе, знаете, так посидел, подумал, можно сюда еще полублоки добавить, мне кажется, с полублоками будет круче. И знаете, все-таки, ребята, что я решил участвовать вот это? А давайте попробуем. Многие, если честно, меня просили, чтобы я не выкладывал Лукарио. И Гроудошу уже попросили выложить, потому что Гроудошу уже надоел, можно и так сказать. А давайте проэкспериментируем, ребята. Будет ли тащить вообще Лукарио или нет? Вот это мне интересно, будет ли он тащить? Давайте сделаем Лукарио капитаном нашей команды и выложим Гроудошу, и вместо него возьмем какого-то нового покемона, допустим. Вот этот Метагрос, 70 уровень, давайте его, наверное, хотя нет, хотя да, его потом мы удалим. А знаете почему? Потому что мы ставили Шайни Белдума, и потом, в принципе, будет Шайни Метагрос, да? Так, замечательно. И, в принципе, мне кажется, это реально будет круто, если у нас капитан будет Лукарио. И знаете, многие меня просили, ребята, я сейчас исполняю вашу просьбу, это во-первых. А во-вторых, я просто-напросто хочу посмотреть, а действительно ли он будет рубасить? Действительно ли он будет таким сильным? Это, ребята, мы посмотрим. Ху, так. Чейра. Я хочу посмотреть, да нет, как делается, как делается то, что мне нужно сделать, точнее, столы, вот это все. Потому что, честно слово, я уже, ребята, забыл опять. Я уже опять забыл. Тут много всего. Вот, видите, уже еда тут офигеть сколько. О, видели, там сколько вот этих кораблей. Хотя, в принципе, они и так, и так все одинаковые, вроде, можно и так сказать. Но, все же. Вот, 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 что мне нужно. Если это будет с этого, значит, это нужно сделать... В принципе, так сочетается. А есть, например, вот это, да? А как я... Ребята, я забыл, как смотреть. Ну, например, chair, да, допустим. Chair и вот это, wooden table. Там босс, я вижу... Нет, я подумал, это blissy. Chair. А вот тут не показывается почему-то. Вот. Сейчас. А почему тут не показывается? То есть... Вот, clear. Ах, я знаю, твою мать. Так, крафты эти же вот тут все. Сейчас. Тогда, в принципе, можно выключать гейммод. Просто потому, что, ребята, я хотел посмотреть, как они крафтятся, но их тут смотреть. Вот. Ну, давай, грузись. Нет, мне не пистолеты не нужны. О, можно еще и флаги, если честно, сделать. В принципе, они будут прикольно выглядеть, как мне кажется. Вот. Ага. Вот так. Сделаем. Один, два, три, четыре. Сделаем где-то восемь штук, если нам хватит. И как делается... Как делается... Делается... Ага. Понятно. А, тогда... Тогда еще вот это сделаем. Давайте, ребята. Вот так, да? Один, два, три. Ух, охренеть. Тут пойдет, пойдет, конечно, ресурсов. Но... Так, это сюда. Это сюда. Замечательно. Твою мать. И так, и так не сделал то, что мне нужно было. Я же нафиг положил вот это, чтобы нам переделалось. А эта хрень как-то не переделывалась. Что это за бред, если честно? У тебя, в принципе, может... Может... Места не было, что ли? Хрен его знает, честно, сколько у нас. Один, два, три, шесть, семь, восемь. Ага. И значит, еще один, да? Да, восемь. Сейчас столики. Но на столике у нас нет места. Тогда выкинем вот это. Да твою мать, а. Столиков два сделаем. Хотя, как два. Давайте сделаем... Три... Четыре. Это нафиг. Я же сказал, нафиг выложить. Я, в принципе... Ага, вот. Замечательно. Хух. Это там у нас кто? Уже столько бегает. Uncommon. Ну, ладно. Пойдем, пойдем. Только за того, что... Хоть какой-то там, ну, мизерный шанс есть, что выпадет... Эм... Экспешера. Экспешера нам, в принципе, очень нужен, но... Там такой шанс, конечно. Close Combat, в принципе, да. Он нормальный, не скажу, что прям... Аура. Да. Лукарио сильный, конечно, не настолько, насколько Гроудон. Это, в принципе, понятно. Но... Видите, все... Все же нормально. Он еще, в принципе, не прокачанный. Знаете, там до максимального уровня. Только 56-ый. Поэтому это уже много. В принципе, он уже нормально вырубает. Нифига себе он быстро летает. Если бы еще быстро спускался... Точнее, если бы... Почему они сделали нафиг такую кнопку, которая позволяет быстро спускаться? Вот это реально очень как-то хреново. Так, давайте это сюда поставим. Я хочу просто тут сделать. А сделайте... Опа. Что это за хрень? А, твою мать! Я как-то об этом даже не подумал. Вот так. Ну, в принципе, это и так нам не будет мешать. Потому что мы это все будем сейчас... Вот эту площадь закрывать. Вот так. Тут у нас будет не то, что беседка. А как это можно сказать, ребята? То есть, как в кафешках, знаете, на улице есть вот эта хрень, что... Как бы... Столики на улице. В принципе, в такой же степени это будет у нас, как-то можно сказать. Если, например, не вот тут, а вот туда. То есть... Хотя, или вот тут у нас будет начинаться. А вот тут... Твою мать! Охренеть! Так, знаете что, ребята? Знаете что? Мы пойдем сейчас убьем несколько близь. Если там будут мелкие уровни, то тогда убьем позже. Но, знаете, просто я хочу, чтобы у нас не мешало вот это все в интере. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Ну, четыре мы выкинули, поэтому давайте четыре и убьем. Вылечимся сначала. Опа, смотрите, на улице еще Босяндра заспанился один. Это кто у нас? Uncommon. Эх, я не знаю, ребята. Ну, давайте, ладно, Лукарио. Флорион у нас двадцать шестой. Четыре Блисси. Нужно запомнить. Ну, Флорион тут, конечно, двадцатым уровнем нихрена не сделает. Зато Лукарио отпинает жопы вот этих Блисси. Ладно, не жопы, жопешки. Жопешки, потому что Блисси все такие милые, да? Жопешки Блисси. Две Блисси. Так, ладно. Вот что я хотел. Две Блисси, тридцать пять, сорок четыре. Вот, класс. Опа, нормально. Три Блисси. И все, тут пускает. А у нас есть еще одна Блисси. В принципе, мы еще можем шесть убить, если мы пойдем и возьмем ресурсы, да? И выложим. Ну, в смысле, отдадим их в качалку. Еще шесть, не ресурсов, ну, как бы, шесть вещей, да, еще мы можем отдать. Вот. Четыре. То есть, давайте еще вот эти хотя бы потом отдадим. Еще четыре где-то возьмем. Вот это сюда оденем, чтобы меньше места занимало. А, и что я еще хотел, ребята, это срубить еще несколько гель. Хотя, как несколько? Вот это, в принципе, нам даже хватит, мне так кажется. Сейчас посмотрим. Нет, еще чуть-чуть. Ох, залагало, нифига себе, что-то залагало. Так, замечательно. Ребят, в принципе, это не так уж и долго, если честно. Хух, что-то меня тут нафиг жарко. Ребят, как вообще у вас там с погодой? Где вы там живете? Там, в Украине, да, в России? Если честно, где-то, что ли, нет, не то, что даже новости, а где-то мемы, да, какие-то ВКонтакте смотрел. Что там, Март, ты на приколе, да, там, Март уже на улице, уже практически середины весны, да, в России еще там нафиг. Вот это, как это? Это еще, короче, снег стоит, да. Это реально там еще снег где-то в России есть. А в Украине как уже там, в принципе, кто там в Украине живет? Уже более-менее тепло или еще нет? Потому что, в принципе, как я говорю, я тут в Португалии живу, у меня тут день и ночь, или зима, или лето, как-то, знаете, похрен. Тут уже у меня около 20-25 градусов, уже, можно сказать, скоро, обещаю там, да, в погоде вот это все, что скоро уже будет нафиг 30 градусов, в то время, как в России нафиг снег идет, да. Да, ну, в принципе, везде своя погода, да. Тут, как я уже, может, когда-то говорил в каких-то предыдущих сезонах, что тут люди, когда на улице 10 градусов тепла, знаете, 10 градусов, тут эти португальцы уже тупо, тупо умирают все, ребята. Они уже прощаются с жизнью, потому что 10 градусов тепла. Им так холодно, что они уже жизнью прощаются, если честно. Это реально смешно, когда, знаете, я такой думаю, вашу мать, послать бы вас нахрен в Россию, в те, в те края, где там зимой, твою мать, минус 40, минус 50 градусов жары, ну, какой нахрен жары, 50 градусов, ээээ, ну, 50 градусов холода, да, то что бы вы, тварюги, говорили, когда там будет 50 градусов, ух, ни хрена себе, я забыл возле музея выключить, то, знаете, я таки думаю, то что бы вы нахрен говорили, когда бы поехали в Россию, в те места, где там зимой минус 40 градусов холода, да, то что бы вы там говорили, если вы сейчас плачете и, в принципе, уже умираете, когда тут 10 градусов тепла, там, знаете, осенью, там, это еще, в принципе, самые, знаете, такие холодные дни, потому что 10 градусов тепла, это можно сказать, что у них тут зима, да, а, в принципе, обычно осенью, там, зимой тут около 15, иногда даже 20, да, когда такие жаркие дни, то я им нафиг говорю, что бы вы, тварюги, делали при минус 40 в России, если вы при плюс 10, уже тут прощаетесь со всеми, потому что вам настолько холодно, что вы уже нахрен умираете тут, и это реально, если честно, смешно, вот так за ними наблюдать нахрен, как они уже, как, о, это что там за окном, я надеюсь, не было слышно, но если было, то извиняюсь, ребята, то я говорю, все бы нафиг, знаете, там, вышли с самолета, бум, все, яйца бы подмерзали, все, умерли бы все на месте, при такой холодрейде, да, я не знаю, вот, вот, что я сейчас думаю, или сюда поставить, или вот, хотя там будет не очень, ну, давайте проэкспериментируем, если, например, вот сюда поставить, нет, тут не очень, а если, например, вот тут, в принципе, тут, мне кажется, самый такой классный вариант будет, тут, в принципе, места много, но, пускай будет, тогда, знаете, еще что, это сюда, вот так, ой, знаете, за нашим окошком прийти, посидеть, поговорить, можно и так сказать, например, еще вот тут, вот, хотя, да, в принципе, вот тут, и тут можно еще продолжить, да, ребята, не забываем, не забываем, там еще у нас одна Блисси есть, и мы еще пойдем, сейчас как раз кучу ресурсов сейчас выбили с боссов, да, мы пойдем еще выкинем, еще добьем Блисси, да, в принципе, и Флориону осталось 3 уровня, мы как раз эту Иви прокачаем, выложим, и, ребята, ребята, а угадайте, какая у нас будет следующая Иви, да, если вы догадались, то следующая Иви у нас будет Амбрионом, самая последняя, и самая такая, такое, знаете, на десерт Иви, как раз такая и осталась, вот тут я сейчас смотрю, может, тут, тут, 1, 2, 3, и 3 ступеньки, ага, сейчас, так, ребят, я извиняюсь, если вам в жопу это не сдалось, то, что мы сейчас сидим и строим, но, тех, кто будут на меня, как бы, орать, да, Эдисон, мол, нахрена ты строишь, это же Пиксельмон, давай, заходи в Пиксельмон, прокачивай покемонов, и выходи с Пиксельмона, и это все разнообразит, идите в жопу, в принципе, я вам уже много раз говорил, а те, кто, в принципе, подписчики, которые меня поддерживают в любых ситуациях, не важно, то ли я строю, то ли я еще, что-то еще делаю, то, в принципе, ребята, добро пожаловать, я всегда рад, если вы меня поддерживаете, в принципе, в любой ситуации, независимо от того, что я делаю, а тех, действительно, кому ничего нафиг не нравится, только чтобы, чтобы зашел, савил двух покемонов, прокачал полкоманды, вышел, все, это мы много нафиг дел сделали, вот это, если честно, игра действительно неинтересна, потому что, это надоедает, если мы будем на одном и том же месте каждую серию прокачивать, а если мы, например, прокачаем одну серию, две серии, мы прокачаем, потом на третью серию, мы про это забудем, и пойдем, например, что-то построим, в четвертой серии, мы опять на этом много зацикливаться не будем, а чуть-чуть что-то построим, и пойдем, в принципе, так же прокачаем, то это уже какой-то, знаете, какой-то уже смысл небольшой, да, в принципе, добавит себе, потому что мы не будем так много зацикливаться только на прокачке, а будем разнообразно, будем как бы разнообразно доделать, что, например, пошли, там прокачали, потом забыли на это на две-три серии, потом вернулись, опять прокачали, опять вспомнили про это, Извиняюсь И потом опять вернулись куда-то Опять что-то построили И потом туда, и в принципе, знаете, вот так будем ходить Туда-сюда, и в принципе это будет как раз Разнообразие, можно и так сказать Вот тут я нафиг не знаю, если честно Тут хреново получилось В том смысле, что Тут как-то Многие места, то есть это нужно было Сделать досюда То есть Как-то вот так что ли А хотя нет, у нас же еще есть вот этот Спрус дерева, если честно Я как-то, знаете, не посмотрел Это тогда у нас будет сюда Будем, знаете, так Обустраивать наш задний дворик, чтобы Не было тут пустого места Это тогда нафиг Пострубываем Вот так Это в принципе, можно сказать лишнее А сюда добавим, наверное, потом У нас вроде есть там булыжник Да, и в принципе булыжника мы потом Вот это все тут по краям обтянем Мне кажется, будет как раз Классно смотреться Хотя Я просто, знаете, так смотрю Хотя нет Нет, как раз, мне кажется Будет нормально В принципе, ребята Не переживайте Мы еще будем уже закончить По этому поводу строить Да, еще пойдем Еще Блисси убьем Хотя, в принципе, серия уже и так До хрена Я извиняюсь, если тут 20 минут Да, мы сидим и строим Но, как я уже сказал Иногда нафиг нужно Какое-никакое Но разнообразие Как делается вот это Ребята, прикиньте Я забыл, как делается Охренеть Как это вообще возможно забыть? Как нафиг это вообще возможно забыть? Хотя, в принципе, знаете Мы играем в пиксельмонов Пиксельмоне это как-то Фенс В пиксельмоне В пиксельмоне, ребята Это как-то Ага, твою мать Как будто забыть Как делается Вот этот забор Так, ладно Это тогда сюда Давайте, в принципе Вот столько возьмем Сейчас просто посмотрим Вот так Вот так Вот так Вот так Вот так Вот так Ага, пус А, твою мать Вот так давайте Опа, опа, опа Опа Я не скажу, что хватит Да, то есть Вряд ли хватит Но все же хотя бы Чуть-чуть Посмотрим, как это будет выглядеть Один, два О, как раз хватило Это хватило Но я еще хотел вот тут поднять Вот тут поднять Вот тут может поднять Но это, в принципе, позже мы сделаем Ну и все Такая у нас тут Это не беседка, ребята Просто Как бы Около нашего Домика Да, более такая Как бы полубеседка Да, что мы можем тут посидеть И все такое Нифига себе тут Босяндр Рарбосс Легендарный босс И что самое главное Оба Марипа Нет, вроде Не успеем Потому что, в принципе Один пропадет И так, и так В любом случае Ху Серия долгая, ребята Я надеюсь Это вам нравится В принципе Твою мать В принципе За это вы тоже, ребята Поставите лайк Я на это надеюсь Ну, в принципе Фларион тут разрулит Замечательно А что там выпало? Ага Вот так Фух Ну что, ребята Потопали В принципе На этом мы уже закончим Строить вот это В этой серии Больше мы в этой серии Ничего строить не будем В следующей серии Мы, наверное, тоже Чуть-чуть прекратим постройки И пойдем, наверное Поохотимся на легенд И на новых покемонов А потом, в принципе Опять вернемся к постройкам Ну, и к постройкам И к охоте И к прокачке Да Это у нас, походу, пятый Это шестой Да Да А то, что у нас там есть Седьмой Восьмой Девятый Так, сейчас Шестой Седьмой Восьмой Девятый И Десятый Замечательно Это тоже, ребят Считается Потому что это все С пиксельмона Да Вот эти все Вещи Поэтому, как бы Знаете, они нам не нужны Да, там Молоточек у нас есть С алмазой Но, в принципе Мы им так Не так уж и часто Пользуемся Деревянный Вот это все Нам вообще Нафиг Потому что, ребята Вы тогда помните Сколько мы себе Покеболов сделали Что до сих пор У нас там куча Покеболов Которые мы еще Не использовали И, в принципе, ребята Смотрите, сколько у нас еще У нас еще 48 кикболов Осталось 32 дастбола Дайвболы Еще и левелболы Осталось Поэтому, в принципе Еще до сих пор Мы качаем Это четвертая Блисси, да, была Так, это давайте сюда И Ой, нет Вот это Давайте Что мы Вот это Покушаем Флорион, ребята Строковой уровень Все, его можно откладывать И дальше будем прокачивать С первого Это четвертая Блисси Это пятая Блисси Ух, сейчас уровни Потопа Пятая Блисси О, уже с первого Алицинирует Он нафиг такой мелкий Что, знаете Да, это Если Если даже Не присмотреться Это он На На вот этом На полу Даже его вообще Нереально рассмотреть Если вот так Знаете, не обращать внимания Он реально Такой мелкий Какой-то Вот это Вот это Рандомное Знаете, как это Можно сказать Рандомный Спаун Вот этих Ааа Не возрастов Ааа Размеров Да, вот это Реально иногда Смотрите Даже Даже тот же Фиро Смотрите, какой он мелкий Офигеть Но Но самое главное Что на нем Можно летать И смотрите Как это Нафиг Глупо Выглядит Прикол Да Прикол Прикол Да То, что мы Не знаю В сколько раз Больше Чем Сам Сам Покемон На котором Мы летаем Ну да Ладно Так Дальше Это Пятая Близь Ребята Извиняюсь Если я Неправильно Подсчет Иногда Веду Но Знаете Иногда Просто Забудешь Это Вроде Пятая Близь 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 Вот этих Комбат Атак Это Шестая Да Никакая Седьмая Восьмая Ребят Извиняюсь Если я Неправильно Считай Я говорю Это Девятая Тогда Да То есть Вот этих Атак У нас Знаете Как Как его Там Вот этих Комбат Атак У нас Там Нахрена Точнее Нахрена И нахрена Нам столько Да Четыре И четырех Комбат Атак Зачем Если мы можем В принципе Одной Пользоваться Или двумя Да А если Такое Разнообразие Что мы Там Пульс Звучит Ребят Я вообще Не в курсе Какая Это Вообще Близь Смотрите Сначала Мы Три Убили Да Трав Чикен Это Мы Кого То Другого Убили Да Вот Сейчас Там Три Было Да Это Четвертая Нет Флорион Нет Это Мы Босса Убили Да Вот Это Четвертая Вот Это Пятая Вот Это Пятая Вот Это Шестая Это Седьмая Восьмая Девятая Фуэ Так Десятая Да Ровно Десять Просто Знаете Вот 46 уровень Меня так Лакомит Нафиг Ну Да Ладно Больше Нам Нельзя Убивать Правила Из Правила Ребята Это Кто У нас Еще Там Опа Но Я Не Хочу Только По Одному Поводу Что Нафиг Это Хрен Там Словишь Если Честно Оно Такое Быстрое Что Фиг Его Что То Мы Сможем Там Сделать Ребята Давайте На этом Мы Закончим Еще раз Извиняюсь За то Что Нету Камеры В этой серии Я Уже Ничего Я Очень рад этому, и если вы даже поставите, хотя как даже поставите, если мы наберем 500 лайков, то сегодня выходит еще одно новое видео или новая серия пиксельмона, ребята. Поэтому мы заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok